Накануне в Барнауле стартовал Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». И сегодня наш гость, президент фестиваля, народный артист России, писатель, режиссер, драматург Виктор Мерешко. Здравствуйте, Виктор Иванович, рада вас видеть. Виктор Иванович, в чем, по-вашему, феномен популярности Василия Шукшина? Популярность и самобытность в одном месте. Потому что в то время, когда он появился, в советское время, он был неожиданным своим взглядом на людей, на события. Он был нетрадиционным, скажем так. И, конечно, привлек немедленно к себе внимание. Даже внешне он был мрачноватый такой. Ну, такой настоящий русский алтайский мужик. И не стеснялся, не только не стеснялся, он жил так, он по-другому не мог. И он стал как бы лицом народа, простого народа. И в этом его феномен. То есть тогда это были интеллигентные какие-то люди, да, в основном? Да. Баталов, там, прекрасный Баталов, там, Бондарчук. Хотя Бондарчук был проще, чем Баталов. Ну, были так. Был блистатель Юматов. Ну, это герой был. А здесь был мужик из глубинки. А можно ли сказать, что даже сегодня Василий Шукшин – это настоящий тренд? Вы знаете, я не могу так сказать. Почему? Потому что мне кажется, что нынешнее поколение, особенно молодых людей, мало знает Шукшина. Мало. Вот Алтай меня поражает. Знаете, чем? Здесь же очень много молодых людей родилось. И Золотухин Валерий, и Ромец Рождествен, и великий Иван Пырьев, Иван Саныч Пырьев, кинорежиссер. И Михаил Евдокимов, и вот недавно ушедший в мир иной Булдаков. Понимаете? Земля богата именами. А вот среди всех имен как-то выскочил Василий Макарович. И жалко, что Россия… Вообще, на мой взгляд, этот фестиваль Шукшинского должен быть номер один в России, с моей точки зрения. Потому что он идет конкретно, о конкретной личности фестиваль проходит. Имени Шукшина, Шукшинский кинофестиваль. Понимаете? Но трендом назвать Шукшина сейчас нельзя. Нет, нет. Почему? Сейчас мало читает. Вообще сейчас мало. Сидят вот в мобильных. Вот вы видите, в автобусах, в метро, все время уткнувшись в нос, это мобиль. Бо-бо-бо-бо-бо. Такое ощущение, что кроме мобильника ничего нет. Мало читает, и Шукшина тем более. Его чудики, которые были в свое время знаменитые, они сейчас другие чудики. Они либо их уже давно выжили с белого света, либо они сумасшедшими считаются. Понимаете? А тогда это было герои. Люди, которые смешили, на которых хотелось там равняться. Тот же живет такой парень, где Куравлев играет. Понимаете? Это были своеобразные герои. Поэтому сейчас другие герои и другая молодежь. Другие тренды у молодежи. Другие тренды, да. Не секрет, что многие актеры за свой успех в кино благодарят именно режиссера Шукшина. Вот вы сказали о Леониде Куравлеве. Как вы думаете, у актеров, которые с ним работали вообще, был шанс остаться незамеченными и не стать вообще популярными? Конечно, если бы Шукшин не обратил внимания на Куравлева, Санаева, которого стали забывать, он его вытащил. Шукшину Лиду, которую мало кто знал, но она стала его супругой. И в колене красной она стала известной, знаменитой. Конечно, он давал толчок своим творческим, талантливым артистам. Он никого не приглашал писать сценарий, потому что сам писал. На меня повлияла его манера. Я написал сценарий «Тырин трава» когда-то давно. И мне все говорят, что ты экранизировал рассказ Шукшина. Нет, я сам написал, просто я был абсолютно под впечатлением творчества Василия Макаровича. А вот в одном из интервью вы говорили, что старались подражать работам Шукшина. В чем, по-вашему, состоит уникальность его работы? Уникальность работы в том, что брал очень простых людей, то, что сейчас называется отцахи, от земли, и делал их героями. Вот в этом его феномен. И он делал простого человека героем, понимаете? И вот я в своих сценариях, в своих фильмах всегда стараюсь простого человека делать героем. Это вот такая, знаете, как нравственность есть правда. Девиз нашего фестиваля – нравственность есть правда. Вот чем больше правды, не монтажной такой, клиповой, а человеческой, ведь особенность русского творчества, русской натуры – это пытаться понять глубину русского характера. Суть русского человека – это особенность. Ее ничем никогда веками не сломаешь. Вот это подражание американской продукции – это очень стыдно и недостойно. И не туда. Абсолютно неправильно. Мило. А вот почему вы решили в свое время стать президентом Шукшинского фестиваля? Я не решил. Или кто-то решил это за вас? Нет. Я четыре года назад был председателем жюри. Приехал… Это вы первый раз приезжали? Первый раз. Приехал с некоторым удивлением. Я не знал Алтая. Не знал людей восхитительных. А сейчас я понял, что они восхитительны. И когда мне предложили быть представителем жюри фестиваля, я согласился, потому что касалось Шукшина. Хотел приехать с Ростки, посмотреть на родину Василия Макаровича, на чудиков, которых написал. И я, в общем-то, приехал. И я вам должен сказать, я влюбился в эту землю. Очень красивая земля. Меня поразили ухоженные поля тогда. Гречка, слева-справа, подсолнухи, кукуруза. Понимаете, такое ощущение, что я еду где-нибудь в Ростовскую область, моей родной. Такая красота и такое достоинство. И люди очень хорошие. Меня поразила встреча, исчезанная поражает, возле памятника Шукшина в Барнауле. Когда собираются несколько тысяч человек, их никто не заставляет, их никто не сгоняет, их никто не поверевает ими. Они сами приходят, потому что в этот день они должны объясниться благодарной любовью к великому своему земляку. Не к Валерии Золотухину, а к Василию Макаровичу. Он как-то стал знаком Алтайской удивительной земли, божественной совершенно. Она настолько красивая земля ваша. И люди. Они чисты, они искренни, они не испорчены. Понимаете? Они как были вот шушинскими людьми самобытными, так ими и остаются, Алтайские. Вообще очень люблю. Я влюбился. А потом мне предложил бывший губернатор Карлин стать президентом. Я немножко поколебался, потому что я возглавляю, кроме того, Ялтинский кинофестиваль, который учили Михалков. Нагрузка большая, в смысле, да? Ну, нехорошо на двух фестивалях. И там президент, там президент. Как-то неловко. И я говорил с Никитой Сергеевичем, он говорит, «Да как гарантия, это у тебя же когда?» Я говорю, «В июле, а у нас в сентябре». Ну, как гарантия? Я согласился, дал добро. И не только не жалей, я счастлив тем, что я могу приехать раз в год на Алтай и увидеть эту землю, которую пока никто, к счастью, не завоевывает, не иностранные там гости наши, которые Сибирь уже достаточно плотно окучивает, а народ, очень цельный, чистый, красивый народ, понимаете? Я должен сказать, что такого чистого народа в России я не видел другого. А вы довольно часто, четвертый год приезжаете к нам на Алтай. Есть что-то, что вы хотели бы увидеть, но до сих пор не получилось по каким-то причинам? «Катунь», я слышал «Катунь», «Катунь», ну, в основном от Шукшина. Хотела речку, замечательно. Вообще подышать воздухом в Сибири, понимаете? Ну, потому что все бегом, да? Все бегом, все, или после самолета там. А тут я имею счастье несколько дней побыть просто среди людей. Меня сегодня хватали за руки, за свитерочек. Пожалуйста, автограф, автограф, что-нибудь скажите, давайте сфотографируемся. Понимаете, где ты еще такое счастье спытаешь? Ну, немножко другая тема. А есть ли сейчас в России режиссеры, чьи фильмы вы смотрите с удовольствием? Нет, к сожалению, нет. Ну, то есть у нас нет каких-то молодых или зрелых режиссеров? Знаете, молодых, вот на наш фестиваль сейчас привезу, скорее всего, «Последние испытания» Алексей Петрухин. Петрухин или Петрухин. Ну, я, к сожалению, тоже не знаю такого. Он привезет свою картину очень интересную. Я возлагаю на нее надежду. Понимаете? Все остальное, к сожалению, оно или дробно монтировано, или, ну, не о тех людях, которые бы я хотел. Вот я сейчас начал писать сценарий «Полеты Васина и Его», но про женщину. Одна из моих любимых картин, по-моему, сценарий – это «Полеты Васина и Его», но про женщину. Понимаете, мне этот тип женщин интересен, который сейчас проблема женщин, в большинстве случаев, не востребуется как женщин. Мужчин то ли мало, то ли они не такие, как были раньше. Вот вы ближайшие дни проведете у нас на Алтае. А что потом? Вот сейчас вы сказали, что пишете сценарий, да, я так поняла. Чем еще живет Виктор Мережко? Я написал громадный сценарий, 28 серий, про товарища Сталина. С 1924 года по 1953. Я год отдал этой работе Досове Владимировне, это великий кинопродюсер, он продюсер, но сейчас это потормознулось и за денег там. Это очень дорогой проект и очень важный для меня и, я думаю, для страны тоже. Потому что понять сложность персоны Сталина, которому сейчас невероятный интерес, это очень важно и очень необходимо просто. А когда этот проект может быть реализован по-вашему? Ну, сейчас вот вопрос решается о финансировании и поддержке государства, может быть. И я, и Досове, мы на это рассчитываем. Потому что инвестор, частный инвестор, он по непонятной для нас причине отказался. Мне кажется, вы всегда бодры духом и в отличной физической форме. Вот поделитесь со зрителями, как, откуда черпаете все это? Ну, во-первых, генетика, наверное. У меня казачьи корни, таких танцевских казаков, настоящих. Не нарисованных, а настоящих. Во-вторых, я очень слежу за формой физической. Я всю жизнь занимаюсь спортом. До сих пор? До сих пор, даже вот утром в Барнауле приехал, все-таки думаю, нет, ходить. Я взял резину с собой. Несмотря на то, что не спали, все равно. Все равно, где-то минут 40 я занимался. А в Москве каждое утро полтора часа я даю. У меня тренажер в студии стоит хороший. Гантели по 15 килограмм каждая. Я качаю бицепсы. И питание. Я никогда не завтракаю. Я очень слежу за собой. Очень слежу за собой. Мне дочка Маша помогает там, когда у меня красноты. Говорит, Павел, вот такой крем надо купить. Я говорю, ну я же не женщина. Говорит, как раз, тебе надо ухажать тоже за кожей. Следить надо за собой. Я слежу за собой. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо.